У нас, напомню, сегодня в гостях Александр Гордон. Скажите, пожалуйста, вот такая у нас удивительная, яркая, красочная, развернулась компания на телеэкранах. Красочная политическая жизнь началась в нашей стране. Да, то есть как-то всё скучно-скучно было, и вдруг на тебе взрывы какие-то, у всех открылись глаза, вдруг внезапно совершенно. Да, да. Понятно, что так просто такого не бывает, да? Но самое удивительное, что даже Батурина приходится обращаться к оппозиционным СМИ, ну, там, более-менее оппозиционным. Если учесть то, что две недели назад, по-моему, в Ярославле президент Медведев предложил Лужкову, если ему что-то не нравится, уходить в оппозицию, и вот Батурина уже даёт интервью New Times. Значит ли это, что он возглавит New Times? Как вы считаете, может ли быть такое, что вот итогом этой кампании будет усиление оппозиции или переход кого-то в оппозицию? Я вообще поражаюсь, как многие, почти все открывают рот, прогнозируя будущее Лужкова, до того, как высказался премьер-министр. Что-то небывалое в нашей стране творится. Все кричат, Путин молчит. А разве так не было раньше? На таком уровне нет. Нет, ну просто все привыкли угадывать с полузвука и полуслова. Это же самая интересная русская забава. А тут, получается, никто не может угадать. Да, никто не может угадать, чем это дело кончится. Пока не выскажется Путин, понятно, что никаких ни с той, ни с другой стороны не будет сделано шагов. У меня возникла крамольная мысль. Во-первых, то, что Лужков уйдет, скорее всего, ну не сегодня, так через полгода, когда его срок заканчивается, это понятно. Интрига вот в чем. Уйдет он с посадкой или без? Батурину посадит или Лужкову? Ты можешь посадить кого-то, действительно. Вот я спрашиваю, потянется цепочка за этим? Мы же боремся с коррупцией сейчас тоже. Не просто так, да? Потянется цепочка московская, а за ней и по стране? Или не потянется? Большие вопросы стоят. А если вот я тут подумал, если говорить честно, то мне кажется, что это место зачищают. То есть сейчас поставят временную кандидатуру, а потом отдадут Дмитрию Анатольевичу. Такая почетная должность. Ну подумайте сами. У него возникла уже целая когорта людей, которым он что-то когда-то обещал. Верно ведь? Он же не просто так сидит в Кремле. У него есть определенные там люди, которые находятся в его сфере влияния, и которые каким-то образом влияют на него. Где еще можно в нашей стране найти ресурсы, ну где еще, да, для того, чтобы всю эту ораву прокормить? Но единственная проблема, что в окружении Медведева не так много людей, которых принято называть хозяйственниками. У него юристы, которые могут руководить судами, могут руководить компанией связи Инвест, как мы знаем. Скажите, пожалуйста, если у вас есть определенные долги, моральные и политические, а вы оказываетесь в положении после 2012 года, когда вы не можете уже эти долги отдавать, а вам говорят, ну ничего, пойдешь в родной Питер и будешь сидеть в Конституционном суде до конца дней своих. Как отдать эти долги? А Москва, 70% всех ресурсов, которые приходят в страну, они проходят через Москву. И это же золотая жила, это Лужков доказал за эти 20 лет, просто как никто. Поляна натоптана, место насиженное, ну куда же еще идти бывшему президенту. Ну и странно, да, но вот сейчас, как раз, когда строят предположение насчет того, кто будет преемником Лужкова, все говорят, что огромная борьба и нерешительность среди участников тандема, потому что однозначно вот человек, который заменит Лужкова, он будет третьим человеком государства. Это слишком сильная фигура Лужкова. Я думаю, что пока у нас премьер Путин и президент Медведев, вот новый мэр, если это будет сильная фигура, это будет третий человек. Я думаю, что все понимают, и это ясно, кстати, из шорт-листа, который был опубликован якобы с утечкой из Кремля, что фигура будет переходной. Как раз в последнее время говорят, что это будет, может быть, в качестве ИО или в качестве какого-то временного мэра, либо вице-мэра Сляк, либо вице-мэра Швецова, либо, может быть, нижегородский губернатор Валерий Шанцев. Который раньше был первым вице-мэра. Думаю, что у Шанцева шансов немного, да. Извините за плату. А вы действительно думаете, что будут посадки? Мне бы хотелось так думать. С другой стороны, если бы не хотели этого, незачем было бы раздувать такую информационную кампанию. Незачем бы просто. С другой стороны, действительно очень... Но когда ему нельзя возвращаться, получается, действительно не зря говорят, что он не вернется. Я думаю, что Жириновский хорошо информированный в этом смысле человек, и такой вариант событий тоже возможен. Но Батурина как раз в своем интервью New Times утверждает, что Лужков обязательно вернется. И, что интересно, одновременно со слухами по поводу того, что будет с Лужком, активно все время вбрасываются слухи о том, что для Лужкова готовится место в Олимпстрою. Потому что сейчас нынешний руководитель Олимпстроя, это ему раз Балоев, уже несколько раз написал... И Путин их пока что не утвердил, но известно, что мало того, что Пронин, бывший глава ГУВД Москвы, уже работает вице-президентом, так еще один важный человек, Леонид Манасов, бывший руководитель департамента по капитальному строительству и по строительству за счет городского бюджета. Вот царь московской стройки, такой вот второй послерейсин, можно сказать, он сейчас уже с июня этого года работает вице-президентом Олимпстроя. То есть московские люди тянутся, тянутся. То есть, может быть, это будет наказание Лужковой и Батуриной, вот идите и стройте Сочи. И пока не построите... Хорошее слово было, наказание. Если Лужкова бросит туда, то это точно двухходовка, чтобы посадить не за московские дела, а за Сочинские. Не зря, наверное, Балоев-то хочет уйти. Действительно, должность расстрельная или, по крайней мере, такая посадочность. Спасибо большое, Александр. Смотрите в базовом пакете НТВ+. Смотрите в базовом пакете НТВ.